Приветствую вас, дорогие мои друзья, в Болгарии, в городе Несебр. В этом году мы поселились в этом готеле Каменец. Вот так он выглядит, такой многоэтажный. Постоянно наверх должны были лифтом добираться, дворики. Дворик хороший с бассейном и с детской игральной площадкой. Вот для детей здесь было очень хорошо. Но, конечно, был у нас альинклюзив. И бассейн был открыт у них только от 9 утра до 6 часов вечера. В остальное время они тут все порядок наводили, чистили. Но водичка была чистенькая. Вот был детский бассейн для взрослых. И еще один, три бассейна было во дворе. Буфет работал постоянно. Вот до пляжа нужно было идти пешком. Ну, примерно 700 метров. Видите, пляж песчаный. Это тоже на выгоду. Горячий песок. Вот мы с утра должны были занимать свое место с лежанками и зонтиком. Должны были туда повесить какое-то полотенце. А потом в 7 утра приходил работник, и мы расплачивались. Стоило 12 лео. Два лежака и зонтик. Ну, море было не сильно спокойное первые дни. Сильные волны. Так что даже не видно, чтобы кто-то купался. Вот специально вам сфотографировала, сколько стоит евро, сколько стоит доллар специально. Вот, ну, евро почти два лео. У них мена национальная левы. И чтобы можно было легко ориентироваться, что сколько стоит. Вот буквы у них все наши, как цирилки. Так что было легко читать, и большинство болгаров знают русский язык. Договариваться очень легко на русском языке. Отель наш находился прямо в городе. Поэтому и на пляж мы добирались тоже по городской части. Поэтому нужно было прилично всегда быть одетыми. Голыми ходить нельзя. Ну, конечно, само собой разумеется, фрукты, овощи. У них все свои. Никакие не привозные. Вот 4 лео стоят килограмм. Специально сняла там 3 лео. Сливы были очень вкусные. Эти базарчики были почти на каждом шагу. Миниатюрные. Также помидоры были где-то 2 с чем-то. Очень любим помидоры, поэтому интересовала цена. Вот такие были как бы магазинчики всюду. Тоже архитектура у них такая своеобразная. Достаточно красивая. Ну, конечно, очень высокие бордюры. Где у тротуаров с коляской было вообще очень тяжело ездить. Очень высокие. Ну, дороги не похвалю, конечно. Паркование у них такое беспорядочное достаточно. Тяжело было с коляской приезжать. Ну, у нас, в принципе, дворик был тихий. Вот столовая была как бы на веранде. Почти вся. И раздавали еду через стекло. Хоть у нас был и аль-инклюзив, но рабочие за перегородкой давали то, на что покажешь. Вот здесь же у них небольшой парк. Но очень много кошечек бегает. Очень. И в городе, и везде полно. Здесь, наверное, штук 30 было. Я не знаю. Они вот все лазают, попрошайничают. Они знали ритм. Завтрак, обед и ужин. Вот одна уже сидит там, хвостик торчит. Попрошайничает, гипнотизирует. Дайте покушать. Так что мне приходилось все время побольше мяска брать, чтобы их накормить. Ну, это наш вид с балкона. Вот между теми двумя высотками, примерно в ту сторону, надо было идти в сторону моря. На горизонте моря. Ну, вечером мы ходили гулять в Старый Град. Тоже называется Несебр. Или Несебр. Но вечером было очень много народу. Снимать было очень тяжело. И причем еще ребенок за руку держал. И в одной руке камера, за другую руку ребенка. Он, конечно, бежал. Был веселый. Ему очень нравилось. Обстановка очень романтичная. Но на следующий день я все равно утром пошла, чтобы все наснимать, чтобы не было людей, и чтобы все было видно. Красоту эту тоже сделаю вам отдельное видео этого городочка на острове. Вот эта вот дорога, прямо такая полоска дороги с левой стороны моря, с правой стороны моря. И это как бы маленькая коса, по которой вот проезжая часть и большие тротуары. И, конечно, вам понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!